Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал Money24. Сегодня мы для вас подготовили новый интересный формат. Это серия роликов от нашей команды на различные животрепещущиеся интересные темы. Это может быть цифровые валюты, биткоин, все, что происходит с инновациями в сфере финансов, бизнеса. Мы будем вам рассказывать, дробить, готовить интересную информацию и подавать ее вам в таком готовом виде. Сегодняшняя тема – это цифровая валюта. Что это такое? Страшилка для банкиров, фантастика или реальное будущее? Давайте сегодня разберемся. Цифровые валюты в нашем с вами сознании противоставляют фиатным деньгам, не обеспеченные золотом. Биткоин, эфир, лайткоин сейчас являются лидерами альтернативных денег, но по сути полноценные функции денег они выполнять не могут. Почему? Потому что они не регулируются властями. Криптовалюта нам с вами дала понять, что фиатным деньгам реально приходит конец и переход неизбежен. Государство долгое время наблюдало за успехом крипто и тут сработало известное правило, если ты не можешь контролировать это – возглавь. Понятный и предсказуемый шаг государства – это придумать свою альтернативу. Поэтому можно сказать, что цифра появилась благодаря криптовалюте, скажем так, вдохновившись ею. Логично, что власти никогда не дадут свой приоритет над контролем денежной системы. Ведь это задача сбора налогов, получения доходов от эмиссии. Пособность государства безнаказанно наращивать госдолг. Фиатные деньги – это первая ступень в наращивании госдолга. Контроль над счетами людей или бизнеса. Это может быть для предотвращения терроризма или подкиданным другим предлогом. Подводя итог, уверен, что цифровая валюта – это деньги будущего. Это не сегодняшняя крипта. Это то, что еще не создано, но то, что 100% будет сделано и то, чем мы с вами будем расплачиваться и пользоваться. Убьет ли цифровая валюта доллар? Как переход на новую валюту скажется на всей банковской системе? И почему Китай стал первым, кто протестировал новую валюту? Давайте разберемся по порядку. В Китае население давно использует цифровые кошельки платежных систем, таких как Alipay, WeChat. Первая используется больше для перевода транзакций, вторая – для хранения. Но все подобные традиционные системы подвязаны под банковские карты и, соответственно, под банковские счета. И вот тут ключевое отличие от цифровой валюты от электронной. CBDC – Central Digital Currency, переводится цифровая валюта. Давайте разберемся, чем же цифры отличаются от обычной электронной валюты. Электронная валюта – это ваш счет, сумма на карте или деньги, лежащие в банке. Фактически, у вас просто есть онлайн-доступ к этим деньгам. То есть, эти деньги реально фактически существуют, но находятся в условном хранении на банковских счетах и даются вам с помощью транзакций. В этой системе средства проходят определенный путь от государства до конечного потребителя. Цифровая же валюта не требует посредников, она напрямую связывает государство и конечного потребителя. То есть, здесь нам не нужны банки в качестве посредников, а, соответственно, все эти банковские системы остаются без надобности. Такую валюту можно назвать цифровой валютой Центрального банка. На самом деле, некоторые государства тестировали эту модель еще с 2014 года. Например, Эквадор внедрил первый пилот CBDC еще в 2014 году. И ребята реально уже платили с помощью телефонов, но потом пошел там кризис, какие-то еще там беды и все нагнулось. А все уже? Что все? Все уже, все. Китай в том же году запустил проект DCP, Digital Currency Electronic Payment. Это целая система платежей цифровыми валютами. Цифровая валюта не обязательно связана с блокчейном и криптой. Чтобы все это запустить, центральному банку достаточно существующих закрытых серверов, где можно хранить все базы транзакций, как это сейчас работает в Alipay, WeChat, PayPal и так далее. Один из самых больших и масштабных экспериментов в этой сфере был пройден в Китае год назад. Китай это в принципе лидер в инновациях в этой сфере. Был там еще 4 года назад, я тогда просто офигевал от того, что происходит. Они уже все платили WeChat, и там в принципе WeChat это и паспорт, и мессенджер, и валюта. Сейчас это звучит нормально, но тогда 4 года назад я реально офигел. Человек заходил в магазин, который был закрыт, и там не было ни охраны, никого, просто авторизируясь по WeChat. Потому что настолько было доверие, люди понимали, что WeChat это целый паспорт. И по сути ты идентифицируешься с помощью WeChat, тебя могут найти, у тебя там кошелек. Ты подвязываешь все это, то есть полный контроль. Эксперимент был в том, что власти Китая запустили кибер-юань и раздали примерно по 200 кибер-юаней. Группе там 50-100 тысяч человек, это были фокус-группы, и реально вот сделали такой бета-режим. Участники эксперимента создали специальную учетную запись DCP, скачали приложение Госбанка Китая и смогли расплачиваться с помощью QR-кодов. Как я понял, все прошло достаточно успешно, потому что эксперты уже ожидают запуск кибер-юаня в следующем году, а власти Китая пообещали участникам Олимпиады, которая скоро будет, выплаты в кибер-юаня. Перед записью этого ролика мы связались с Эриком Найманом, нашим другом и основателем ХАКС фонда, связались к последующему запросу. Интересно было мнение эксперта, что вообще, по его мнению, будет дальше при таком раскладе с криптой. Крипта, которая сейчас претендует на альтернативные деньги, как цифровая валюта, будет объявлена вне закона. Что вы думаете по этому поводу? Что будет с криптой? Останется она для теневых операций или уйдет на нет? Напишите тоже в комментариях, интересно подискутировать. По сути, крипта нарушает все функции цифровых денег. Контроль налогов, госдолг, сеньяра и контроль в целом за транзакциями, за людьми и так далее. Поэтому цифровые валюты будущего, это будут цифровые доллары, юанни, евро, гривны и другие валюты, но не крипта. И по сути, речь в таком случае идет просто-напросто о смене формы денег. На самом деле, мы уже живем с вами в эпоху цифровых денег. Когда вы расплачиваетесь в магазине с использованием Apple Pay, это первая часть сделки. А вторая происходит в традиционной банковской системе. Почему это не происходит так быстро, как могло быть? Первое. Переход на цифровые деньги полностью убирает потребность в банках. Это очень влиятельное лобби людей, которые, в принципе, контролируют очень многие вещи в мире. По сути, это можно сравнить с историей перехода на электродвигатели, когда все производители массово начали, по сути, бунтовать, каким-то образом депинговать или не соглашаться переходить на электронные двигатели, потому что это было коммерчески невыгодно. И только неизбежность спроса потребителя и тотальная доминация в этом формате Теслы застала присоединиться всю индустрию к этому процессу. В общем-то, тут можно резюмировать, если не может чему-то помешать, просто-напросто это возглавит. Вот примерно следующее сейчас делают все государства. Аналогично центробанки и обычные банки будут вынуждены вывести цифровые деньги, потому что это требование потребителей и, в принципе, выгодная технологическая способность. Кто вообще хорошего или плохого в полной замене всем привычной валюты на новую цифровую? Давайте пройдемся по плюсам и минусам. Один из основных плюсов – это снижение издержек. По сути, процесс создания печатать деньги – это геморрно, это сложно, это не только о печати. Процессы производства, дистрибьюции и распределения превратятся просто в набор алгоритмов, совершаемых технологически с минимальными затратами ресурсов. Второе – то, что деньги двигаются напрямую, а продавцу к покупателю. Открытие банковского счета напрямую в центробанке страны в обход частных банков снизит расходы на содержание наших счетов и, по сути, должен повысить уровень доверия. То есть опасаться, что некий там альфа-банк, почему-то там альфа, не знаю, мега-банк закроется. Не нужно будет это, потому что вы напрямую доверяете свои деньги стране. То есть нужно будет только переживать за ситуацию в стране. Третье – скорость распределения социальной помощи гораздо возрастет, потому что уйдет эта бюрократическая составляющая. Вспомните, какой непростой задачей было получение материальной помощи при коронавирусе, потому что система мешает это делать. Тысячи каких-то бумаг, тысячи согласований. Вроде бы, да, вот мы помогаем, но ждите, и через 3 месяца что-то получится. А может быть и нет. И четвертый плюс, хотя я не уверен, что это однозначный плюс. Если вы работаете в каких-то криминальных кругах, то это однозначный минус. Если в налоговой, то точный плюс – это прозрачность. В общем-то, это должно снизить количество криминальных элементов в стране и помочь налоговой, в принципе, получать больше налогов. Из минусов. Первое. Пока что непонятно, можно ли будет рассчитываться е-валютой в других странах. Это будет какое-то постепенное подключение к тотальной экономической системе. Или это не будет происходить. Здесь, как бы, вопрос остается открытый. Второе. Валюта может не конвертироваться, и это привяжет ее к конкретной стране. Представьте, то есть вы получаете е-гривну, и, в принципе, за пределами Украины вы ее тратить не сможете. Это, как бы, звучит, как фильм какой-то про будущее, где китайцы захватили мир. Третье. Привычное банковское кредитование – это, по сути, источник роста экономики. Представьте, что людям нет смысла хранить деньги на счетах банков, потому что они могут хранить эти деньги у себя на счетах. Соответственно, это уберет полностью кредитование, и как это будет работать, тут тоже не ясно. И если люди станут держать деньги у себя на счетах, банки просто-напросто не смогут кредитовать, потому что никто не будет нести деньги в банк, все будут держать эти деньги у себя. Пока говорить о полном переходе на цифровую валюту, конечно, рано. Европа, как и Китай, говорит о создании Е-Евро, Америка говорит о Е-Долларе, Е-Рубль и Е-Гривна тоже находятся в разработке, но все это пока этап еще долгий и находится еще где-то впереди. Резюмируя, важно понимать, что цифровая валюта, по сути, ничем не отличается от бумажного брата, кроме факта своего физического несуществования. Я думаю, что в будущем цифровая валюта стартанет такую новую эру тотального отслеживания и контроля с одной стороны, и с другой стороны, соблюдение нормативно-правовых требований, что, наверное, может быть не так уж и плохо. Вот эта вот легкость отслеживания всех переводов и транзакций, мне кажется, и в принципе есть такое мнение, что сдвинет крипту как раз-таки в темный серый рынок, и крипта возглавит какие-то теневые операции. В общем-то, пока все центробанки стран ищут способ внедрения новой системы, при этом не разрушив старую, нам важно к этому быть готовым, осознавать, что этот процесс неизбежен, он уже запустился и несется вовсю, и как предприниматели понимать, как нам к этому готовятся, и какие плюсы можно получить, если готовиться к этому заранее. Я списывался с Николаем Удианским, топ-10 блокчейн-предпринимателей, у нас с ним, кстати, есть отдельное интервью, посмотрите на канале, и мы решили записать с ним отдельный ролик, где простым языком он выделит какие-то основные тезисы, которые можно предпринимать уже сегодня. В общем-то, тема глубокая и интересная, я уверен, что это все перевернет привычную экономическую модель. Ребят, спасибо, что посмотрели до конца, для меня это новый формат, если он зайдет, возможно, будем продолжать. Пишите интересные темы, о которых вы хотите узнать в следующих выпусках, спасибо за просмотр и до встречи в новых роликах.